Анимация с нуля В этом модуле я вас научу, как делать вот такие диаграммы, анимированные. Сейчас я обновлю страницу, и смотрите, какая красота перед вашими глазами. После изучения этого урока вы сможете применить это где-то на своих сайтах или в баннерах, и сможете видоизменить, сделать как-то по-другому, поняв принцип, как работает это здесь. Итак, переходим в программу Adobe H-Animate. Я создаю новый проект. В папке с уроком у вас будет созданный мною готовый проект, который вы всегда сможете открыть через вашу программу Adobe H-Animate, если у вас что-то не получится, и посмотреть, как он устроен у меня. И заодно я прилагаю к уроку дополнительные материалы. То есть вы в папке с уроком найдете проект, там будет папка Images, можете прямо отсюда картинку вытянуть, которую я использую в этом уроке. Я ее использую для заднего плана, а все остальное я анимирую. Размер картинки у нас 772 на 400 пикселей. Первое, что мы должны сделать, это нашему холсту придать такие же значения. Дальше двигаем картинку ровненько, чтобы она заняла всю сцену, и давайте приступим. Будем подсматривать в мое так называемое демо, чтобы повторить этот эффект. Значит, у нас имеется 4 блока, давайте начнем делать их. Сразу прибавляем немножко. Эти блоки обычные Rectangle Tool. Я рисую их. Я выравниваю так, чтобы вот этот квадратик был на уровне вот с этой линии, на нашей картинке, да. У нас их 4 штуки, и мы с вами сейчас зажатой клавишей Alt тянем. И чтобы создать одинаковые блоки, делаем 4 штуки. Первый блок зеленый, потом нежно-голубой, розовый, красный, да. Здесь, конечно же, вы можете абсолютно любой цвет, не критично, любой оттенок. И как вы видели, там у нас не просто цвет, а градиент. Мы с вами уже это проходили, поэтому я быстренько наброшу цвета. Здесь пускай будет зеленый. У белого черный. Закрываем. Дальше выделяю второй блок. У нас там розовый, здесь черный. Точнее, у нас там нежно-голубой. Здесь черный. Голубой. Следующий блок. Следующий блок у нас розовый. И последний красного цвета. И у каждого блока еще есть у нас рамка. В один пиксель. Рамку я сделал того же оттенка, что у каждого блока, да. Кликаем по градиенту. Кликаем по ползунку зеленый. И вот здесь копируем код цвета, да. Кликаем по рамке. И вот здесь вот выделяем и вставляем. Мы эту с вами уже тоже проходили. И то же самое проделаем у этих у всех блоков. Итак, я проставил уже у всех рамки. Дальше. У нас бегут цифры, как вы помните, да, у каждого блока. Давайте посмотрим в мой проект. Смотрите, если здесь проигрывать, здесь они не будут идти. Так что, чтобы вы знали. То есть цифры здесь не бегут. Это будет работать в браузере или в готовом варианте на вашем сайте, там в баннере или куда вы захотите это разместить. Это один момент. Второй момент. Это обычный текст, где мы прописываем ноль. И давайте начнем это делать. Значит, берем текст. Делаем вот такой вот какой-нибудь широкий блок. И вставляем на клавиатуре клавишу ноль. Текст у нас появился в самом низу. Смотрите, что мы делаем. Вот смотрим сюда. Зажимаем текст. И тянем прямо на наш вот этот блок. Мы с вами проходили уже это. Теперь это как бы группа слоев. Зачем это нужно? Я теперь буду просто, например, делать какой-то анимационный эффект на наш ректенгл. И все, что находится в его группе, будет также с ним анимировано. То есть, если ректенгл движется влево, все, что вы сюда вот засунете, все будет двигаться синхронно вместе с этим блоком. Думаю, я понятно тут объяснил. Дальше. Выделяем наш текст. Здесь мы его выравниваем по центру. Чтобы его было лучше видно, мы даем белый цвет. Можно оставить черный. В примере у меня черный. И немножко спустим его вот так, да? Также обратите внимание, чтобы анимация не была включена здесь. Чтобы не прописывались тут никакие ключевые кадры. Пока что это не нужно, чтобы вас не путать. Дальше также с зажатым альтом я перетаскиваю все это дело во все другие блоки. Двигаю. То есть, альт не отпуская, мышку тоже не отпускаю. И двигаю, смотрю, чтобы направляющие мне примерно указали, чтобы текст был на одном уровне у всех блоков, чтобы потом это не ровнять. И теперь давайте разбросаем созданный текст также в подгруппу. Значит, выделяем вот за нижний край, чтобы мы видели, где он тут на панели. Сразу, кстати, предлагаю вот нижний фон, чтобы вы его случайно не подвинули, чтобы он вам вообще не мешал, ставим здесь замок. Все, мы на него воздействовать не можем. Так, выделяем наш блок. Он у нас здесь. Так, смотрим, где текст у нас на нем. Также можете два раза кликнуть вот по любому здесь объекту, по названию, да, чтобы вот так вот посвятилось и задать ему любое значение для вас, чтобы вы, например, не запутались. Там один, два, три. Вот, чтобы вы знали, что так можно делать. Я, значит, беру этот текст и перетягиваю на наш эктенгл, и он у нас появляется здесь нолик, да? Дальше идем. Так, этот сворачиваем, этот тоже. А, они у нас здесь все создались, да? Так, значит, смотрим, где у нас блок. Перетягиваем. Так. Дальше блок. И самый верхний, да? Теперь давайте добавим все это в символ. Выделяем все наши блоки, кроме фона. Мы с вами это уже тоже проходили. Правой кнопкой мыши и конверт, то символ. Можете дать название. Окей. Дальше мы заходим в символ. Следующее. Чтобы удобнее было работать с нашим таймлайн, со шкалой времени, вот здесь вот внизу есть вот такая решеточка. Если кликнуть по ней, обратите внимание, вот здесь на таймлайн появились вот такие вот вертикальные линии, разделяющие по 4 секунды. По-моему, по 4. Вот если кликнуть рядом на маленькую стрелочку, тут вот вам внизу список не видно, но вот вы выйдете здесь одну секунду и тут вниз до 30. Можете здесь по как бы ячейкам разбить, сколько вам здесь удобно. По умолчанию стоит 4. Оставляем так. И сейчас сразу для всех пропишем анимацию. Выделяем вот здесь вот сразу все объекты. Включаем наш пин. Нам нужно вытянуть пузынок на 9 секций. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот таким вот образом. И дальше потянуть, например, вот за последний блок, в середине его ползунок мышкой вверх. Сразу можете сделать вот так пока, до 30, чтобы прописалась анимация. Выключаем пин. Так, теперь ползунок, пускай стоит в конце нашей анимации. Кликаем где-нибудь в пустом месте, чтобы снять выделение всех объектов. Теперь выделяем только один блок и опускаем за ползунок до 10 секунд. Также я смотрю, чтобы вот эти квадратики были на уровне линии нашего изображения. Также установим ползунок в конце анимации. Следующий блок у нас 20. Следующий блок 25. Следующий 30. Так, давайте посмотрим. Замечательно. Следующий шаг можно сделать такой. Наша анимация, когда мы сейчас пропишем код, чтобы бежали его здесь вот циферки, не будет работать без специальной библиотеки jQuery. Нам нужно ее подключить. Смотрим в программе вот сюда, вот в правую часть, где написано скрипт. По плюсику кликаем. Здесь вам не видно, вот здесь видно только add.js. Здесь у себя кликните, и тут посмотрите, нижний это from URL, а первое вот это вот, это from disk, то есть с компьютера выбрать наш jQuery файл. В папке с уроком прям можете из папки проекта вставить jQuery, этот файл. То есть я кликаю в появившемся окне, найдите папку с моим уроком, зайдите в проект, зайдите в папку jss, и вот он jQuery 2.0.3. Кликаем и открыть. Все, теперь по стрелочке, вот если я вот сюда вот кликаю, у нас, видите, вот здесь теперь подключен jQuery библиотека. Следующий момент, чтобы анимировать наши циферки, не пугайтесь, здесь ничего сложного нет, вам не придется разбираться, ковыряться, просто изменим кое-какие параметры. В файле я, в уроке, я приложу данный код, где вы сможете просто вот скопировать, и ставить, куда сейчас я вам покажу. Значит, ползунок на шкале времени двигаем в самое начало, кликаем вот здесь по известному уже вами триггеру, и прямо здесь, правой кнопкой мыши я кликаю, и вставляю этот код. То есть мы сейчас для всех четырех блоков создадим четыре триггера, и в каждый пропишем тот же самый код, но только изменим параметры. То есть изменим для одного текста, то есть здесь, между кавычек, вписывается название того текста, который мы с вами создали, вот этот вот ноль. То есть у каждого вот этого нуля идет свое название, да. И, соответственно, каждый блок у нас выезжает до определенного расстояния, да. Также это расстояние пропишется, мы изменим вот здесь. И все. И у нас будет уже все это работать. Теперь закрываем пока триггер. Смотрим наш первый блок, выделяем его, раскрываем его здесь, и у нас название текстового файла просто, видите, текст. Значит, давайте этот триггер для него и сделаем. Кликаем два раза по триггеру. Вот у нас тут текст 4. Если у вас просто текст, оставляем. А если еще что-то подписано, удаляем и оставляем текст. Думаю, это понятно, да. То есть мы сейчас данный, как бы, скрипт накладываем вот на конкретный текст. Так, и он у нас поднимается до 10 секунд. Вот, соответственно, я удаляю вот здесь 25 и ставлю 10. Все, закрываю. И давайте проделаем это для каждого следующего блока. Следующий у нас выезжает на 20 секунд. Здесь ползунок чуть-чуть отодвигаем, вот чуть-чуть, чтобы рядом создать еще один триггер. Они у нас прям вот плотно будут вот здесь вот сидеть. Опять зажимаю триггер. Вставляю наш код. У нас 20 будет подниматься. То есть цифры от нуля будут бежать до 20. Думаю, здесь тоже понятно. Так, пока закрываем. Давайте посмотрим, какой у него текстовый файл. Текст копии. Можно прямо отсюда скопировать. Название, то есть текстовый файл, текст копии. Кликаем два раза по нашему триггеру. Удаляем здесь название. И вставляем наше. Закрываем. Так, давайте сразу посмотрим следующий текст копии два названия. Двигаем ползунок. Создаем еще один триггер. И меняю название здесь. Здесь 25 уже стоит. Будет подниматься. Точнее, будет цифра идти до 25. Так, следующий. Также двигаем ползунок. Для последнего блока создаем еще один. Так, у нас будет бежать до 30. Меняем значение на 30. Подсмотрим, какое название текста. И пропишем его здесь. Закрываем. И давайте Ctrl Enter посмотрим, что у нас получилось в браузере. Итак, смотрим. У нас все получилось. Все замечательно. Следующий. Давайте разберем вот этот вот с красной диаграммой, где у нас 100%. Как я реализовал это. Здесь выходим из символа. И давайте начнем делать. Сразу увеличим. Чтобы нам было удобно смотреть. Саму вот эту бегущую диаграмму мы будем создавать без стороннего кода. Просто средствами самой программы. А эффект будет как бы тот же. То есть это можно реализовать кодом. Как бы это уже посложнее. Но я пойду простым путем. И вам будет понятнее. А эффект будет тот же. Итак, создаем ellipse. С зажатым шифтом. Вот здесь прописываем 110 пикселей. И здесь. Это размер просто приблизительно нашего рисунка. Вот здесь. У него рамка. Ставим 15. Точнее вот мы выставили рамку. Да, у нас размер полный изменился. Вот теперь только надо ставить 110. И здесь тоже. Вот таким образом. Я вам предлагаю сразу выровнять его аккуратненько. По заднему изображению. Следующий будет шаг у нас дублирования. Вот этого эллипса. Многократно. А дубликат он ляжет ровно-ровно на друг другу. Они лягут. Чтобы потом нам не равнять каждый. Это на самом деле трудоемко. Уйдет много времени. Если вы разбросаете все эти круги. Например. По вашему холсту. Потом их собирать тяжело. Где-то там вылезет. Где-то здесь вылезет. Поэтому здесь нужно один круг выровнять. Для экономии времени. Изначально у нас круг синий. А бежит красный. Вот видите. То есть давайте. Меняем цвет рамки на синий. Оставляем его так. Смотрим наш пример. Смотрите. У нас синий круг. И начинается вот здесь вот красный. То есть по сути. Здесь просто одна из картинок. Просто ее кусок. Кусочек. Кусок пирога. Она проиграет вот до суда. Потом включится третья на ее месте. Продолжает движение. Например четвертая. Потом включается. Например вторая. Вот таким вот как бы образом. Она и происходит. Итак. Нам нужно сделать. Пять дубликатов. Можем прямо по нашему эллипсу. Правая кнопка мыши. Дубликат. Раз. Два. 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 Три. Четыре. И пять. И сразу их переименуем для удобства. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Так. У нас начнет движение первое. Поэтому. Так. Вот пятый. Давайте назовем маск. Она будет в роли маски на старте. Чтобы у нас красный изначально не было видно. Наш эллипс пока я отключу. Так как у нас они все одного цвета. Маску оставляем тем же цветом. Но нам нужно из него сделать кусок пирога. Значит выделяем вот здесь вот маску. Берем инструмент Clipping Tool и аккуратненько вот так за зеленые квадратики поджимаем так. Чтобы вас обратите внимание зеленый квадратик сейчас ровно встал вот на тот рядом серый квадратик. Вот надеюсь это понятно. И тянем за этот. Все. Оставляем его как есть. Дальше. Первый. Давайте. Первый переместим наверх. Второй под ним. Третий под ним. Так будет лучше. Так будет правильно. Как бы слой накладывается друг на другу сверху. Поэтому первый пускай будет наверху. Так. Выделяя первый слой. Вот этот вот с названием 1. Мы делаем из него такой же кусок пирога. Если вы хотите чтобы он старт начинал отсюда. Как у меня в примере. То делаем так же. И теперь мы меняем ему цвет. Он у нас красный. Как вы помните. Обратите внимание. Очень важно вот здесь расположение. Чтобы вы не запутались. Вот этот нижний эллипс. Он синий у нас будет. Он и должен быть в самом низу. Все верхние слои. Они накладываются. Закрывая первый вот этот слой эллипс. Соответственно. Слой маск. Она закрывает именно старт. Чтобы изначально не было видно наш красный кусок пирога. То есть последствия маска. Когда идет движение красных вот этих наших кусочков. Мы ее отключим в нужный момент. Так. Выделяем опять первый слой маска. Идем на шкалу времени. Включаем пин. И давайте делать по 8 секунд. Анимацию. Дальше. Мы берем инструмент. Transform Tool. И наведя курсор мыши на уголок. Начинаем крутить. Аккуратненько, ровно выставляя. Советую выставить вот такие направляющие. Чтобы точно определить расположение. Дальше. Смотрите. Нам маска больше не понадобится. Мы можем отключить ее. Кусок пирога у нас вылетел. Вот. На конце его анимации. Можно отключить маску. Выделяем маску. Ставим ползунок в начале кадра. В начале она у нас была включена. А на этом этапе она будет выключена всегда. Следующий этап. Выделяем второй с зажатым шифтом. Третий и четвертый. И делаем им цвет тоже красный. Так. Идем в нулевой кадр. Обратите внимание, чтобы у вас обязательно были выделены все. Мы проставляем сразу для всех. Для экономии времени, да? И ставим офф. У меня слой эллипс был отключен. Глазик видите? Вот. И что мы делаем, значит? Выделяем второй слой. Точнее эллипс под именем 2. На этом этапе, вот смотрите, проиграла анимация. В конце анимации мы ставим ему включить. Так как пирог у нас еще не обрезанный. Он у нас весь красный, да? Таким же образом вырезаем. Точнее делаем из него кусочек пирога. Он нам нужен именно вот на этом месте. Смотрите. Он в начале выключен. Анимация проиграла. В этот момент он у нас включился. Дальше выделяем опять наш первый. Берем инструмент. Трансформ. И продолжаем крутить. Не забываем включить пин. И двигаем наш ползунок. Та же самая операция, только прокручиваем ниже уже его. Вот таким вот образом. Дальше. Выделяем третий слой. Здесь мы его также включаем. Смотрим. Так, ну сейчас мы пока не увидим. Нам нужно первый слой продвинуть дальше, да? Берем трансформ. Выделяем первый наш эллипс. Пин. Анимация. И двигаем еще. Так, чтобы было ровненько. То есть видно, да? Прокрутилась анимация. Сейчас на ее месте мы подключили второй эллипс. Он остался на месте. И создает иллюзию того, что якобы у нас вот она вот так протекает. Вот таким вот кругом. По сути иллюзия, да? Но дает желаемый результат. Выделяем четвертый эллипс. На этом этапе мы его включаем. И делаем опять ту же самую операцию. Берем опять первый. Анимацию включаем. Трансформ выбираем. И прокручиваем дальше. Вот не докрутил. Убираем направляющую, чтобы посмотреть, чтобы мы ровненько все подвигали. Так. Ползунок на ноль. И смотрим. Замечательно. Идем в наш пример. Что там у нас еще? Обратите внимание. У нас, видите, вот здесь еще есть такой некий градиент. Если это вам нужно, это я просто для эффектности добавил. Я сейчас покажу, как я это сделал, да? Ну, а потом сделаем бегающие цифры. И рядом значок процента, да? Я у первого эллипса. Обратите внимание. У него и вообще у всех вот этих вот элементов. У всех эллипсов, я забыл сказать. У него заполнение цвета. Вот середина, да? Она серая. Вы можете либо сделать прозрачный. То есть пробежаться по всем. Видите, у меня белый цвет везде там. В середине вот белый цвет, да? Просто эллипс у меня белый. То есть все кусочки, все фрагменты пирога белые. Здесь просто забыл я сказать, что по умолчанию же он серый. Выделяете каждый эллипс. И задаем ему, например, белый цвет. Вот если мы поменяли цвет только у первого эллипса, который у нас производит движение, то вот что получается. Видно, да? Я же хочу показать, как у меня выглядит. То есть я просто ему цвет не убирал. Я выбрал градиент. Выбрал здесь красный. И здесь чуть-чуть вот так вот убавил до белого. Вот смотрите, сразу видно результат, да? Вот и все. И у меня вот так вот он бежит с градиентом. Вот таким вот образом. А, да, еще в самом конце градиент у меня как бы плавно исчезает. То есть я довожу примерно где-то вот до суда. К концу нашей диаграммы, да? Деляю наш этот самый эллипс. Ставлю анимацию. То есть выбираю пин. Ставлю вот так вот. Смотрите, примерно нашел, где я хочу, чтобы происходило плавное исчезновение градиента. Двигаю ползунок к концу основной анимации. И кликаю по градиенту, да? На конце вот анимации я поставил вот типа я выключаю градиент. А в колоре я взял пипетку, выбрал вот здесь этот серый цвет и оставил его здесь. И получился вот тоже план переход. Давайте посмотрим. Красный, красный и ушел в серый цвет. Также теперь необходимо сделать символ. Просто если много делать всяких анимаций вот так сплошняком на нашем стейдж без символов, то анимация начнет тупить. Поэтому выделяем все наши объекты и конверт у символ. Теперь заходим в символ и работаем здесь. Также берем текст. Ставим здесь если хотите 100. Показывал процентов, ставим 100. Здесь цвет на сером, белый не очень. Ну, можно, например, сделать красным. Здесь не важно. Абсолютно. Главное, я вам сейчас покажу. Здесь принцип такой же. Вот это вот, то, что цифры бегут, так же, как и вот эти наши блоки поднимаются вверх. Здесь я сделал так. Я оставил здесь 100. Выбрал еще раз элемент текста. и поставил просто знак процента рядом. И все. Вот таким образом можно немножко подвигать. Выровнять, как вам больше нравится. Опять берем наш код. Код тот же самый. В самом начале анимации опять ставим триггер. Ставим вот здесь вместо 25 100. То есть от 0 бежит, пускай бегут цифры до 100. Сделяем текст, где сотня. Смотрим, у нас название текста 2. Опять кликаю по триггеру. И вот здесь вместо четверки ставлю 2. И должно уже в принципе все работать. Контур, энтер. Давайте посмотрим, что у нас в браузере. Итак, смотрим. У нас все получилось. Так, и последний блок. Следующий. Он у нас немножко будет посложнее. В плане тут просто надо набить руку. Ну, также сложность заключается в том, что блоки могут разъехаться там, криво смотреться. Маски здесь используются две. И они помимо просто отключения здесь, чтобы добиться такого эффекта, маска тоже у нас производит движение. То есть глазу как бы не видно. Идет опять обман зрения. Но в итоге получается очень такой вот выпуклый, такой объемный, красивый пирог. Ну, давайте попробуем его тоже сделать. Итак, здесь принцип похожий, как и с нашей предыдущей вот этой работой. Сдвигаем немножко вниз. Также рисуем эллипс белого цвета без рамки. Размер его ставим 130 на 130. Здесь такая же ситуация. Очень важно вначале сразу выровнять, а потом делать дубликаты. Самый вот этот белый нижний он у нас будет слоем нижним и я назвал его дно. Теперь рисуем еще эллипсы 6 штук. у нас будет каждый из них по 120 пикселей. Ширина и высота. Чтобы придать объемность я ему сделал радиальный градиент. То есть кликаю по градиенту, кликаю радиальный. Цвет примерно я выбрал такой. Кликаю по белому, тут черный. Примерно такой. Рамки здесь нету. Также важно очень сразу вот сразу вам говорю выровнять его, чтобы вот вокруг все было ровненько, чтобы потом не двигать, потому что это все тут проблематично. То есть экономия времени, лучше сразу все выровнять, а потом делать кусочки пирогов, какие-то движения и так далее. Выровнять именно самые вот эти два первые, вот дно и первый наш эллипс. Сразу кстати назовем его первым и находясь на нашем первом эллипсе делаем нам нужно помимо дно всего 6 дубликатов. Правой кнопкой мыши раз два три четыре пять шесть сразу их обзовем так получилось семь, да? Седьмой удаляем первый и второй выделяем выделяем зажатым шифтом и делаем группировать элементы видно, да, было? группен элемент int div теперь это у нас в одном элементе так пятое и шестое это будет у нас маска наподобие маски да, тут по сути в программе маску сделать нельзя как например в программе по созданию Flash также делаем группен элемент и назовем ее маска чтобы не путаться так теперь третий и четвертый выделяем ползунок в самое начало и им их отключаем они пока нам не нужны давайте разберемся с первым так и заодно здесь глазик отключим маску чтобы нам не мешало чтобы мы начали работать только вот с первой группой обратите внимание на на мое демо видите зеленый вот этот кусок пирога он не просто разбит наполовинку да я его сделал вот таким вот как это выглядит здесь чтобы нагляднее вам объяснить я сейчас отключу некоторые слои так заходим в первый смотрите это просто два эллипса отрезаны они как бы вот одинаково но просто лежат друг на друге и и получается как бы вот такой кусок да опять же как бы обман зрения возвращаемся сюда и давайте так же сделаем две половины вот опять же на демо начало у нас идет отсюда же да вот половина вылетела там подключилась другая половина и осталось на месте видно да тут уже идет другой кусок пирога другого цвета и все это здесь еще и маска работает чтобы в нужный момент закрывать куски пирога чтобы в итоге получился ровный вот такой вот эффект возвращаемся значит берем первые ставим выше этот зажимаем отключаем пока здесь все по такой же схеме мы делаем как делали предыдущий вот этот эффект вот таким вот образом он у нас начнет движение отсюда так дальше отключаем пока этот слой идем во второй а этот пирог сдвинем сюда так и в самом начале выделяем его опять же и на шкале времени в самом начале его off если мы включим нашу маску так нашей маски так теперь давайте работать с маской надо сделать его белым выделяем оба убираем градиент все оставляем его белым цветом так маска 6 пускай закрывает эту часть и соответственно этой маски пока сделаем так же если что ее будем потом двигать так пока сворачиваем идем в наш первый слой выделяем первый объект так нас сейчас маска по сути закрывает давайте сдадим анимацию значит группе первому эллипсу берем трансформ выставляем анимацию так и начинаем двигать прокрутили до суда остановили давайте еще две на две позиции сдвинем и крутим еще так останавливаемся и в этот самый момент давайте так мы не увидим с вами дальше движение пока у нас маска белая давайте ее пока просто отключим идем в группу первую берем второй эллипс зажимаем пин и делаем тоже анимацию берем трансформ так мы с вами второй же слой отключали поэтому на этом этапе так выделили его здесь в конце анимации стоим и включаем его дальше пин анимация и двигаем ну где-то где-то так вот видите что получается вот она выехала и вот она до суда доходит да но смотрите вот эту часть когда начинается отсюда здесь как раз таки закрывает маска да нам ее сейчас нужно будет тоже двигать так здесь пока сворачиваем идем в маску включаем ее видите я включил маску и она закрыта оказалась встаем в конце анимации да берем пятую зажимаем пин и вот маску ее же по сути глазами не будет видно надо чтобы она быстро как бы пряталась теперь здесь освобождая место чтобы нижний слой было видно да поэтому чуть-чуть вот на один кадрик двигаем пин точнее включаем пин и двигаем на один кадр ползунок берем клиппинг tool и здесь вот так вот двигаем так вот таким вот образом и соответственно 6 тоже закрываем что у меня сейчас было сделано неправильно смотреть рывком да почему потому что я поставил в конце уже анимации когда выпал вот эта часть пирога нужно вот эти кусочки передвинуть которые маска у нас скрывается да передвинуть в конец вот этой анимации и давайте посмотрим вот сейчас отработало нормально следующим этапом идет анимация другого часть пирога да давайте сдвинем теперь в конец анимации найдем наш маску сворачиваем третий кусок здесь он у нас включается вот вот мы его включили маску пока отключим мы его не видим потому что он того же цвета да меняем ему градиент на на какой-нибудь такой здесь без разницы и делаем из него кусочек пирога да так отключаем анимацию чтобы она не мешала аккуратненько вот и нам надо его как бы отсюда сдвинуть без анимации чтобы старт был не отсюда вот прямо отсюда и он у нас видите идет сверху то есть он накладывается на наше первое вот это такой голубоватый первая часть пирога да поэтому я зажимаю мышкой третий эллипс и его ставлю ниже первого ниже группы первых слоев вот как сейчас я передвину и только отсюда он пойдет стартовать включаем анимацию двигаем ползунок так третье выделено и пошли его крутить где-то он у меня вот так примерно я его сделал так оставляем пока так анимация прорисовалась включаем маску маска закрывает то есть что дальше делаем вот на этом этапе где у нас идет направляющая здесь не видно видите ее потому что маска стоит то есть где-то здесь можно маску начать двигать так возможно и он даже может можно отключить здесь давайте попробуем так где-то здесь давайте попробуем маску отключить вообще здесь по сути видите у нас маска я сделал два объекта да здесь по сути можно было бы с одним обойтись в первом случае я два использовал а сейчас делаю второй раз и думаю что скорее всего можно и одной обойтись здесь как бы без разницы главное достичь эффекта чтобы все работало красиво и четко так на этом этапе я отключил маску пирог у нас ушел ну давайте посмотрим что у нас с самого начала получается нам осталась последняя часть пирога и самое сложное у нас позади но вот смотрите остается у меня в первом случае было то же самое маска видите того же размера а все равно видно легкое вот такое вот как бы просвечивает через нее наш первый пирог здесь когда мы все закончим придется немножечко масочку поувеличивать чтобы она перекрывала тогда тогда будет все замечательно давайте сначала закончим анимацию дальше у нас идет четвертый также мы его сдвинем давайте под группу и вставим наш ползунок конец анимации так четвертую теперь включаем она у нас также одного цвета идем в градиент ставим какой-то другой цвет так и делаем из него кусочек пирога она под другими слоями и как будто она уже обрезана здесь ее можно обрезать пополам берем наш инструмент и отрезаем ее например вот так так теперь давайте четвертую убираем под третью чтобы скрыть ее под тем слоем просто перемещаем мышкой и четвертую берем трансформ без анимации прокрутим ее примерно вот до суда чтобы она сразу пошла потом сюда все и анимируем ее включаем анимацию двигаем пузынок и двигаем нашу анимацию вот таким вот нехитрым способом если если с самого начала посмотрим все замечательно кроме небольшой маски да она залазит для этого давайте самое начало анимацию поставим так открываем группу слоев маска выделяем шестую пятую и попробуем выставить 121 пиксель а не 120 так я выставил 121 и линия вроде бы у нас закрылась да вот таким вот способом мы выполнили с вами вот такой вот красивый пирог получил сочин даже неплохо понятно из урока да что вот здесь смазкой можно использовать один слой не как я 2 2 здесь и не нужен вовсе в общем пробуйте думаю у вас все получится так теперь осталось нам последний здесь шаг цифры я пройдусь быстренько в принципе вы уже это должны уметь делать без меня когда заканчивается наш пирог первый вылетает 60 когда заканчивается следующий вылетает 30 и так далее там 10 давайте повторим берем тексту пишем 60 цвет цвет можете смотреть какой вам нравится так 60 выравниваю примерно на один уровень также можете направляющий посмотреть посмотреть чтобы циферки у вас ровненько были да здесь у меня 30 а здесь 10 вот таким вот образом теперь выделяю наш весь текст идем transform вот в эти настроечки 0 они у нас будут появляться так обратите внимание я выделил сразу три текста чтобы одним действием сразу убрать на 0 для экономии времени не каждый по отдельности я делаю а вот появляются они каждое свое время поэтому у нас заканчивается пирог и у нас вылетает первый текст идем transform так идем сначала оставим анимацию теперь делаем 100 и я наложил там эффект здесь с эффектами как бы я не заморачиваюсь здесь уже вы все умеете выберите для себя который вам больше всего понравится оставим так и теперь прямо отсюда копируем эффект если вы хотите чтобы на каждых цифрах был один и тот же эффект идем дальше второй пирог у нас вылетел закончился где-то тут выделяем наш текст правой кнопкой мыши и пест вставить эффект он вставляется и когда заканчивается третий выделяем третий текст и вставляем здесь и теперь смотрим и вот такая обалденная просто анимация я сам в восторге от себя что у нас такое получается но теперь давайте в полной красе посмотрим в браузере и вуаля у нас вот такая вот красотища на этом я заканчиваю данный урок приобретя такие знания сможете использовать видоизменять в каких-то своих нужных каких-то своих проектах надеюсь урок был вам полезен и увидимся в следующем субтитры